И вот смотрите, вот на этой табличке показана общая схема, указывающая на причины, которые приводят к болезни. И как вы видите, внизу я нарисовал болезни, дальше написано оксидатинный стресс, красным выделено, и дальше идет нарушение обмена веществ. То есть, вот смотрите, как раз нарушение обмена веществ, оксидатинный стресс, это является основная причина, которая вызывает практически все болезни в человеческом организме, в том числе даже психические болезни. Но может быть за исключением некоторых особо опасных инфекций, связанных с травмами, которые могут привести к болезни. Основной причиной возникновения болезни, это как раз нарушение обмена веществ и оксидатинный стресс. Это такой конгломерат причин, которые вызывают саму уже болезнь, физическую болезнь, изменение в тканях, изменение в органах, системах, нарушение функций и так далее. Ну а что же приводит к этой базовой, так сказать, платформе болезней, к нарушению обмена веществ, оксидатинному стрессу? Естественно, различные факторы связаны с нашей экологией, с нашим образом жизни. И не зря мы говорим, что сейчас появился такой термин, как болезни цивилизации. То есть это какие? Болезни желудочно-кишечного тракта. Сердечно-сосудистые болезни, которые сейчас на данный момент стоят на первом месте. Есть предположение, что где-то ориентировочно к 2012 году на первое место в мире выйдут не сердечно-сосудистые болезни, а онкологические проблемы. Ну, вы знаете, тут, конечно, трудно гадать, это могут быть прогнозы, но мы сейчас уже знаем четкую статистику, что онкология набирает огромные темпы. И она очень сильно помолодела, вплоть до того, что уже онкология есть у детей. И не раз мы замечали, особенно болезни крови, которые связаны именно с этим делом. Которые связаны с нарушением обмена веществ и теми причинами, которые вызывают эти изменения в организме. Следующий момент, который мы можем сказать, такие наружные факторы, как инфекционные болезни, паразитарные болезни, стрессовые ситуации, стрессы очень важную роль играют. И мы знаем, что если человек находится в длительном депрессивном состоянии, то это приводит к возникновению сначала функциональных изменений в организме, а затем уже эти изменения, вот этот отрицательный эмоциональный фон, чувственная сфера человека страдает, это приводит к устойчивым физиологическим нарушениям. И потом в дальнейшем это переходит в анатомические проблемы. Ну если вы, к примеру, читали книги Луизы Хэй, да, это одна из знаменитых американских писательниц, психологов, которая впервые выделила такую, так сказать, публично, на публичное суждение вынесла те проблемы психологические, которые проявляются у человека именно на физическом плане. И это говорит о том, что духовная составляющая человека и его физическая составляющая, они взаимосвязаны. Что человеческий организм это не просто какой-то набор тканей и органов, а это энергоинформационная, открытая, саморегулируемая система, или можно даже сказать экосистема, которая вот в окружающем мире живет, она взаимосвязана с окружающим миром, она взаимосвязана с Землей, с космосом и так далее. Но есть такое понятие, как энергии, есть такое понятие, как информация, и человек является набором информационных каких-то кодов, информационных каких-то наборов, и с другой стороны он как бы является ретранслятором передачи определенной информации в социум, в окружающую среду. И когда постоянно человек находится в стрессовой ситуации, вот эта негативная информация, она как раз и очень сильно влияет на его физическую составляющую. Какие еще факторы внешне? Это экология, это электромагнитное излучение, сейчас до такой степени это насыщено, потому что наш век технический, еще информационный, и он естественно дает огромное количество информации, в большинстве случаев это информационная составляющая отрицательного характера, потому что наш социум такой. То есть мы живем пока по не тем законам, которые должен жить человек. Дальше, что еще радиация, внешние излучатели есть, которые излучают различные, так сказать, в различной степени радиационные поля, ну и мы можем сказать, последствия еще Чернобыля, Чернобыля сказалось на весь мир и так далее. Что еще? Вредные привычки, естественно, мы знаем, что это могут быть какие? Вредные пищевые привычки, вредные питьевые привычки, вредные курительные привычки и так далее. И тотальная гиподинамия, основная масса людей сейчас не занимается гимнастикой, мы не говорим о спорте, спорт это довольно серьезная вещь, но гиподинамия, у нас нету, так сказать, физической культуры, не физкультуры той, которая в школе преподается, там за пятерку, за двойку, да, а физической культурой в обществе как таково. Почему? Потому что за последние годы, время перестройки и вот перехода, так сказать, в другую экономическую формацию, у нас изменилось, изменились условия, изменился менталитет и так далее, и так далее. То есть изменились условия работы в первую очередь. То есть большинство людей сейчас занимается сидячим видом деятельности, компьютеры, очень много, так сказать, автоматизация производства, везде транспорт развита очень хорошо, транспортная структура появилась, очень много своих собственных автомобилей. Человек не занимается обычной даже прогулкой и так далее, пробежками, я не говорю уже каким-то выполнением каких-то упражнений, это тоже приводит к заболеваниям. Но это, как бы сказать, в свою образу я перечислил внешние причины, но еще есть причины, которые связаны непосредственно с чем? Связаны с питанием и употреблением воды. То есть сейчас мы, большинство людей не может найти качественную пищу. То есть мы приходим в супермаркеты, в магазины, да даже на рынки, то мы знаем, что отсутствуют те продукты питания, которые должны содержать все необходимые компоненты. Большинство продуктов, откуда-то привезенных, большинство продуктов, особенно овощей и фруктов, выращенных в гидропониках или в каких-то искусственных условиях с применением, так сказать, различных стимуляторов роста этой сельскохозпродукции. Почему? Потому что огромное количество людей, которых нужно накормить. И, естественно, первая задача стоит создать массовость, чтобы эти продукты были. И поэтому используются любые методы интенсивного возделывания почвы, интенсивного выращивания продуктов, применение различных генномодифицированных компонентов, для того, чтобы была большая масса. Но качество от этого страдает, этих продуктов. Что еще? Отсутствие вообще как таковой культуры питания. Мы заметили, что в последнее время, особенно опять же в крупных городах, появились так называемые рестораны быстрого питания. То есть эти рестораны в виде различных кафе, в виде различных Макдональдсов, вы знаете, что сейчас очень развита эта сеть. И уже теперь ни для кого не секрет, что это крайне вредная пища. Люди едят ту пищу, которая, ну, фактически ее нельзя есть. И есть уже доказательства медицинские, клинические о том, что если человек питается в большинстве случаев такой пищей, а можно сказать, еще другая есть статистика, что 95% населения, начиная с детей школьного возраста и, так сказать, рабочие люди, то есть которые выезжают постоянно в город, 95% населения питается вне дома. И, как правило, питается вот такой быстрой пищей, быстрого приготовления, фастфуд еще говоря, быстрая еда, да, вот, которая не приносит человеку здоровья. Если человек постоянно, регулярно питается такой пищей, то это приводит к серьезнейшим нарушениям обмена веществ в результате дефицита питательных веществ, нутриентов, это витаминов, минералов, аминокислот, полинасыщенные жирные кислоты, фосфолипидов, ну и, естественно, еще тех вредных компонентов, которые добавляются в полуфабрикаты, потому что, как правило, такая пища из полуфабрикатов, это и тесто, это и мясные фарши различные, все то, что там присутствует, это, как правило, содержит очень много различных пищевых добавок, причем, такие пищевые добавки, как усилители вкуса, запаха, ароматизаторы, разрешители, ну, те, которые необходимы для приготовления качественной пищи, чтобы она была вкусная, красивая и так далее, а с другой стороны присутствуют такие, которые вредные компоненты, зачастую в пищевых продуктах содержится огромное количество антибиотиков, содержатся гормоноподобные вещества, содержатся, особенно мясные продукты, да, содержатся антибиотики, и, естественно, консерванты, те, которые могут консервировать эти продукты, которые могут храниться, ну, например, молочные продукты, в течение трех месяцев они не портятся, ну, как это так? Даже не прокисает молоко, вскрытый пакет в тетропаках, он не прокисает, стоит открытый месяц и просто может быть набрать запах холодильника, но не пропадает. И вот эти вот вредные факторы, естественно, приводят к тому, что человек, это приводит к нарушению обмена веществ, причем всех, так сказать, подвидов обмена, это и углеводно-жировой обмен, и это водно-солевой обмен, то есть, говорят, еще минеральный обмен, белковый обмен, потому что мы недоедаем белковой пищей, у нас в основном, если посмотреть характеристику всех питательных продуктов, мы едим в основном продукты углеводистого жирового характера, больше углеводов, больше жиров съедаем, и поэтому сейчас, несмотря на то, что, вот я смотрел, наблюдал статистику заболеваемости и вообще за время одной только перестройки, начиная где-то с 87-90-х годов и до середины, так, там, 2002-2003, вот так вот, такая статистика, что за эти годы у нас выросло ожирение на 18%, вот, причем вспомните, были моменты, когда был дефицит продуктов, а ожирение росло, из-за чего? Да потому, что люди недополучали нормальное количество белковой пищи и недополучали витаминов, минералов, но зато был избыток углеводов. И посмотрите сейчас, если посмотреть на пищу, которая присутствует на прилавках, она практически вся вкусная. Почему же она такая вкусная? Да потому, что у человека появляется пристрастие, потому что человеку, во-первых, любой стресс он снимает вкусной едой. Раз она вкусная, есть, так говорят, то, что вкусненькое, то все вредненькое. И оно подтверждается, потому что вся любая вкуснятина, вот, особенно углеводистая пища, вы знаете, что сейчас переизбыток углеводистой сладкой пищи. Вы зайдите в любой, в любой, в любой ресторан, в любой, в любой заведение, там, где есть пища, там изобилие сладкой пищи. И люди переедают эту сладость. Это огромная нагрузка на желудочно-кишечный тракт сам по себе, на поджелудочную железу, на печень. И как раз это избыток углеводов приводит к устойчивости клеток, которые являют, должны чувствовать избыток сахара. И когда к этому большому количеству сахара, и не вырабатывается достаточное количество инсулина, что приводит к раннему скрытому сначала диабету, а потом диабету второго типа. Естественно, есть диабет первого типа, когда там повреждаются островки Лангенгарса, то есть это клеточки, которые открыл ученый Лангенгарс. Вот эти островки Лангенгарса, они вырабатывают инсулин. Бывает повреждение за счет различных вредных факторов. Но это может быть какая-то инфекция, это может быть какое-то вирусное заболевание, это может быть стрессовая ситуация, которая могла привести к тому, что эти клетки перестали работать. И такой человек сразу вынужден принимать искусственный инсулин. Но бывает, так сказать, вторичный, первичный инсулинозависимый диабет. То есть когда уже поджелудочная железа не справляется с своей функцией, сначала даются различные таблетки сахаропонижающие, а в дальнейшем человека переводят на декомпенсацию и поджелудочная железа не справляется. Вот это вкратце. Я сегодня глубоко не буду разбирать всю эту биохимию. Почему? Потому что все вы прекрасно понимаете, уже наверняка массу информации вы получали со стороны, что именно с нашим образом жизни, именно с неправильным питанием мы приводим к тому, что мы рано помираем, рано болеем, заболеваем. Это вызывает очень серьезные заболевания, такие, как я сказал, болезни цивилизации. Это сердечно-сосудистые болезни, болезни желудочно-кишечного тракта, болезни детородных функций. То есть страдает как и мужчина, так и женщина. Вы знаете, реклама, вы часто слышите по телевизору, для мужчин, для потенции, да, для спасения наших женщин. Куча различных биологически активных добавок, кстати, стали рекламировать по телевизору и по радио, то есть что без биодобавок человек сейчас не может жить. И в общем-то я сейчас к чему это говорю? Дело в том, что я как раз и предложу к тому, а что нам нужно делать для того, чтобы мы могли себя уберечь от этих болезней. И вы знаете, основное, сейчас большинство людей стали понимать, что если сейчас не заниматься профилактикой, поддержкой своего организма, если организм, то есть не заниматься собой любимым, то это естественно приведет к тому, что рано или поздно человек заболеет. А если он заболеет, то это принесет огромные материальные потери для семьи, для бюджета семейного, ну и естественно, пострадает все. И в первую очередь тот человек, который заболел. То есть мы говорим о профилактике, поэтому работая, так сказать, на рынке здоровья, лично я как врач, я работаю именно на этом рынке, а не на рынке болезни. Хотя ко мне обращаются и больные, мне с ними тоже приходится общаться, лечить, помогать им, подсказывать, корректировать, назначать диету и так далее. То есть все необходимые меры для того, чтобы восстановить организм и убрать те болезни, которые возникают. Так вот, главная задача сейчас каждого человека уберечь себя благодаря профилактике. Ну естественно, если есть уже больные люди, то естественно им нужно с чего-то начинать. Из чего? Как раз, конечно, не с того, чтобы лечиться только одними фармпрепаратами, хотя без них мы тоже сейчас не можем обходиться, потому что если уже наступила болезнь, если имеются серьезные функциональные нарушения, не дай бог анатомические изменения в органах, то, конечно, без фармпрепаратов мы обойтись не можем. Но не всю жизнь должен человек принимать фармпрепараты. Только в крайних случаях. То есть в тех случаях, когда у человека имеется угроза стать инвалидом или угроза смерти. После того, когда поддержав организм этими препаратами, то есть буквально вытащив человека из этой ямы, восстанавливать организм нужно только благодаря естественной терапии, то есть натуротерапии, или еще, как говорят, есть старый такой метод натуропатия. Я не люблю этот термин натуропатия. Патия, патология, да? То есть натуропатология. Как-то не звучит. Натуротерапия, натуролечение, вот это другое дело. Ну так. И вы знаете, что существуют старинные рецепты наших древних бабушек, дедушек. То есть русская народная, это не так сказать, славянская народная медицина. Есть восточная медицина, которой уже тоже очень много лет, и которая себя оправдывает, потому что променяются натуральные методы лечения, природные методы лечения. И большинство людей сейчас, большинство врачей, умных, грамотных врачей, как раз обращаются к природе. Естественно, к питанию, к правильному питанию. Вы знаете, на сегодняшнем рынке присутствует огромное количество различных биологически активных комплексов. По-другому еще говорят биологически активные добавки к пище. Не пищевые добавки, а биологически активные добавки. Пищевые добавки применяются в пищевой промышленности. Но представьте себе, сейчас их более 40 тысяч наименований, если уже не больше. Почему? Потому что каждый день, каждый месяц, каждую неделю появляются все новые, новые, новые разработки различных ученых. И со своей стороны, я как врач, как человек, занимающийся натуротерапией уже почти 9 лет, я изучил очень хорошо этот рынок. И я прекрасно понимаю, что сейчас над одними биологически активными добавками или траволечением восстановить организм практически очень сложно. Ну, с разных сторон можно посмотреть. В первую очередь, это то, что обычный потребитель, среди такой массы различных препаратов, он не может сам разобраться. И мы знаем много случаев, как уже говорят врачи об этом во всеуслышание, что присутствует лекарственная болезнь. И человек, принимая какие-то препараты, особенно при хронических состояниях, таких как гипертония, там, ишемическая болезнь сердца, хронические гастриты, хронические гепатиты и так далее, там, пиелонефриты, связанные с болезнями почек, не дай бог, заболевания крови, там, заболевания кожи. Ну, короче, любых органов и систем, когда длительное время человек принимает химические препараты, то наступает тот момент, когда эти препараты перестают работать, и человеку назначают все мощнее и мощнее и мощнее. Но куда деваются метаболиты? Метаболиты откладываются в органах. Это где? В первую очередь, в жировой ткани. Дальше, это может быть в мягких тканях, в частности, это может быть в печени, в почках, в виде различных образований, новообразований, в виде опухолей, в виде кист различных. То есть, организм пытается вывести, но не в состоянии, что он делает? Он осумковывает, он образует сначала доброкачественные опухоли, которые в дальнейшем могут перейти в злокачественные. То есть, происходит, как по-другому еще, грубо говоря, происходит зашлаковка организма. Что происходит? Органы насыщения недополучают питательных веществ, и наши клеточки недополучают, естественно, питательных веществ. А органы выделения, у нас две группы органов, насыщение и выделение, от природы так дано нам. И когда человек правильно питается, хорошая, качественная пища, то фактически нагрузки на органы выделения нет. Они работают параллельно. Но как происходит сбой за счет дефицитов и попадания в организм вредных веществ, происходит нарушение обмена веществ, происходит накопление вот этих метаболитов, недоокисленных продуктов, которые у нас по-другому говорят еще шлаки, то есть токсины и шлаки. И все. Органы выделения, в первую очередь, это толстый кишечник, это почки, та же самая печень уже не справляется, потому что это основная биохимическая лаборатория, которая очищает кровь, очищает все жидкости, лимфу. Она участвует в кроветворении, там вырабатывается различная куча гормонов, таких веществ, которые как раз участвуют в переработке пищи, расщеплении пищи, да. Страдает поджелудочная железа. И вот это все в комплексе приводит к тому, что человек начинает серьезно болеть, потому что организм не справляется со своими функциями. И вот как раз продукции функционального питания, они предназначены для того, чтобы сбалансировать вот эти два процесса, и очищение, и насыщение организма. Вот. Для этого должны присутствовать все необходимые компоненты. Но вот мы еще говорим о чем? Об оксидативном стрессе. Вот можно сказать, что при нарушении обмена веществ, оксидативный стресс, он ставит последнюю жирную точку здоровья человека. Потому что именно когда происходит нарушение обмена веществ, происходит изменение pH, составляющей в человеческом организме. Происходит закисление организма. И когда pH уходит в кислую сторону, то есть меньше 7, средняя считается норма 7,2-7,4, это очень хороший показатель pH, составляющий организма. То в дальнейшем что происходит? Закисление организма, это приводит к оксидативному стрессу, и вот этот оксидативный стресс, он в этот момент появляется огромное количество так называемых свободных радикалов. Свободные радикалы это агрессивные, так сказать, вещества, которые присутствуют непосредственно в... которые теряют один электрон кислорода, и они начинают искать этот электрон. И хватается за любую возможность, где бы можно этот электрон отхватить. И в первую очередь это куда? Естественно, это оболочки клеток. В дальнейшем, если клеточка слабенькая, эти свободные радикалы могут проникнуть в цитоплазму клетки и даже ядро. И зачастую, когда возникает онкология, это когда уже происходит такое накопление вот этих свободных радикалов, что они буквально бомбят каждую клетку. И тогда возникает уже онкология. Происходит генетическое изменение этой клетки, которое приводит к таким вот страшным последствиям. Что делать? Мы уже говорили, что человеку просто очень сложно разобраться, что же ему принимать. И с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что масса есть продуктов, которые могут помочь человеку. Но эффективность не очень хороша. И для того, чтобы мы могли сейчас спасти себя, спасти своих знакомых, близких, друзей, и вообще-то, как говорится, сделать мощную такую атаку против болезни, нужен универсальный продукт, который бы так работал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова